Ага, но они не все, на самом деле, представляют собой песни в чистом виде, потому что я, признаться, уже послушал альбом и понял, что, собственно, песен с текстом там, ну, две с половиной, я не знаю, да? Ну, на самом деле, когда, вот, например, мои воспоминания детства, Севастополь, кругом воинские части, и когда они там, перед тем, как спать идти, поют солдаты, тоже ж, ни хрена слов не понятно. Слышно только что, ать, ать, ать. А эмоция зато. Да, 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 но слышно, что они вдохновлены. Спал спокойно? Да, конечно, потом это же про язык такой, понимаете, собственно, это считывается откуда-то сверху идет. И он не должен быть облечен в текст. Он универсальный, да, так же, как и музыка, универсальный язык, это тоже про язык, и язык пуль, он тоже универсальный, всем понятен, поэтому тут, в общем-то, все, очень много объединяющих моментов. Ну что, это прекрасная подводка к песне, я считаю, была только что от Сергея Рыженко, давайте, наверное, послушаем тогда музыку, как будет называться композиция? Увертюра. Которая, кстати, скажу вам честно, увертюра на альбоме военные куплеты вовсе не под первым номером расположена, это так, на всякий случай. Какая же увертюра под первым номером. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ